Рассуждая о классификации источников, в этой лекции мы рассмотрим документальные источники информации и дадим рекомендации работы с ними. Вначале отметим, что научным документом признается любой материальный объект, который фиксирует или подтверждает какие-либо знания или научную информацию и предназначен для ее передачи во времени и пространстве, а также для использования в общественной практике. Характеризуя документальные источники научной информации, необходимо прежде всего подчеркнуть их многообразие. Рассмотрим основные виды документальных источников информации. Прежде всего это непериодические издания, то есть издания, выходящие однократно, не имеющие продолжения. Наибольшее распространение среди непериодических изданий в научном мире имеет издание, которое называется книгой. Согласно ГОСТ 7.60.2003, книгой называется книжное издание объемом свыше 48 страниц. Произведение печати объемом от 5 до 48 страниц называется брошюрой. Под книжным изданием, в свою очередь, понимается издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплете. По своему назначению книги разделяют на научные и учебные. Научная книга – это важнейшее средство обобщения научной информации, содержащей результаты теоретических и экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации, памятники культуры и исторические документы. В научных книгах публикуются теоретические исследования, освещается опыт, достигнутый в тех или иных областях практической деятельности, разрабатываются стратегические проблемы науки, хозяйства и культуры. По некоторым данным ряда стран, научные книги составляют примерно от 20 до 25% всех выпускаемых книг. Раскроем виды и назначения основных научных книг. Первый – это монография. Монография – это научное издание, состоящее из одного произведения, содержащего полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы, выполненное одним или несколькими авторами или исполнителями. Назначение монографии – ввести в систему научных сообщений, подытаживающую научную информацию в определенной области и служить основой для разрешения новых проблем. Второй – это сборник научных трудов. Сборник научных трудов – это научное и книжное издание, составленное из произведений, содержащих исследовательские материалы. Жанровый состав произведений различен. Это могут быть статьи, сообщения, рефераты. Главное, что их объединяет – научный характер содержания. Предметом содержания произведений сборника научных трудов являются результаты исследований, как правило, по отдельным частным вопросам. В произведениях могут быть изложены завершающие результаты исследований, предварительные или промежуточные результаты, а также дискуссионные и другие материалы, объединенные чаще всего по тематическому признаку. Третий – это диссертация. Диссертация – это квалификационная научная работа в определенной области наук, содержащая совокупность научных результатов и положений, выдвигаемых авторов для публичной защиты и свидетельствующая о личном вкладе автора в науку и о качествах его как ученого. Основу диссертации составляют выполненные и опубликованные научные работы, открытия или крупные изобретения, внедренные в производство, технологические процессы и т.д. Существует также автореферат диссертации. Это реферат, составленный автором диссертации, соискателем научной степени. Автореферат содержит в себе краткое изложение работы. Он предназначается для предварительного ознакомления научной общественности с выносимыми на защиту результатами исследований, полученными при выполнении диссертации. Существуют также тезисы докладов научной конференции. Это научные издания в виде сборника, состоящего из материалов предварительного характера, т.е. рефератов, аннотаций, докладов или сообщений, и изданного до начала конференции. Содержанием тезисов являются основные положения, мысли, идеи, выдвигаемые в докладе. Назначение тезисов – предварительное ознакомление участников конференции с тематикой и основным содержанием докладов. Дальше – материалы конференции. Это разовый сборник, выпускаемый по итогам конференции, научной, научно-практической, научно-методической и т.п. и составленный из докладов, выступлений, решений конференции, ее рекомендаций, обращений и других материалов. Содержанием материалов является информация, характер которой обуславливается видом и тематическим профилем конференции и отражает научные решения, идеи, концепции, взгляды. Все это сформируется в результате проработок и исследований на этапе подготовки конференции и прошедшее на ней коллективное обсуждение и апробацию. Назначение материалов конференции – закрепление и распространение информации, подытаживающие научные, научно-практические или научно-методические достижения на определенное время и оповещение научной общественности о перспективных направлениях дальнейших исследований, практической и методической деятельности в данной области и т.д. И, наконец, депонированные рукописи – это переданные на хранение в орган депозитарий, научные работы, выполненные индивидуально или в соавторстве и рассчитанные на ограниченный круг потребителей. Депонирование сокращает срок публикации и обеспечивает доступ исследователей к непубликуемым материалам. Депонирование осуществляется централизованно. Сведения о депонированных рукописях отражаются в специальных реферативных журналах и библиографических указателях. Все заинтересованные потребители могут заказать ксерокопию любой депонированной рукописи. Депонирование было введено в 60-е годы XX века с целью ознакомления ученых и специалистов с рукописями статей и обзоров узкоспециального характера, которые нецелесообразно опубликовать обычными способами печати. Депонирование рукописи приравнивается к публикациям. Авторы сохраняют право на публикацию статей в научных изданиях. А также научный отчет. Это отчет научной организации о проведенном исследовании. Теперь перейдем к учебным книгам. Учебная книга – это основное средство обучения, элемент учебного процесса, в котором отражены систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанные на учащихся разного возраста и степени обучения. Раскроем виды и назначения основных учебных книг, в которых также можно найти научную информацию. Первый – это учебник. Учебник – это основное учебное издание по дисциплине, которое содержит прежде всего базовые знания предмета. Включает апробированные данные и сведения, раскрывает методические аспекты получения знаний в той или иной области, дает характеристику важнейших процессов и явлений, составляющих школу данной дисциплины. Материал учебника организован таким образом, чтобы обучаемый имел возможность самостоятельно освоить смысл изложения. Учебник создается с учетом специфики уровня знаний и возможности восприятия информации обучаемым. Данное издание дает полное представление об учебной дисциплине. Объем и структура учебника определяются соответствующей учебной программой, которую учебник охватывает целиком. Второе – это учебное пособие. Оно выпускается в дополнение к учебнику. Учебное пособие соответствует программе учебного курса в целом или ее разделу и содержит в основном новый материал по курсу, расширяя фундаментальные знания, включенные в учебник. Содержание учебного пособия в большей мере, чем содержание учебника, отражает актуальные проблемы и тенденции развития отрасли. В учебное пособие можно включать спорные проблемы, демонстрируя разные точки зрения на проблему. Учебное пособие предназначено для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебными программами и изложенных в учебнике. Третье – это курс лекций, который включает в себя лекции одного автора по дисциплине или взаимосвязанные между собою лекции нескольких авторов по нескольким вопросам одной дисциплины. Курс лекций является дополнением к учебнику и излагает в основном новый оригинальный материал. Лекции создаются на базе прочитанного материала. Курс лекций – это авторская работа, раскрывающая конкретные проблемы, ставящая спорные вопросы, отражающая собственную позицию автора. Кроме курса лекций, существует также конспект лекций, который включает в себя основные положения лекционного курса. Готовится по новой дисциплине или в дополнение к учебнику. Как правило, в нем рассматривают новые проблемы, раскрывают альтернативные решения, характеризуют оригинальные направления развития отрасли. Пятое – это хрестоматия. Хрестоматия – это сборник текстов, иллюстрирующих содержание учебника. В хрестоматии включают документы, литературные произведения и фрагменты из них, а также методические указания, разъясняющие тексты, связывающие их с вопросами учебной дисциплины. Теперь рассмотрим, какие бывают виды периодических изданий. Периодическое издание – это сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров или выпусков, не повторяющихся по содержанию, однотипно оформленных, нумерованных или датированных выпусками, имеющими одинаковые заглавия. Периодические издания могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными и ежегодными. ГОСТ 7.60.2003 издание «Основные виды термина и определения» выделяет следующие основные виды периодических изданий. Прежде всего газета, далее журнал и бюллетень. Газета – это периодические издания, выходящие через краткие промежутки времени, содержащие официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным, общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекламу. В зависимости от типа и назначения, газеты имеют разные сроки выхода – от 1 до 7 раз в неделю, а также различные тиражи и форматы. Газета может выпускаться в течение короткого времени, ограниченного определенным мероприятием, конференцией, фестивалем и т.д. На ряду с основным выпуском газета может издаваться в расширенном варианте за счет приложений. Газеты могут быть общеполитическими или специализированными, то есть которые освещают отдельные проблемы общественной жизни, науки, техники и других областей деятельности и адресованные определенным категориям читателей. Журнал – это периодическое журнальное издание, которое содержит статьи и рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекламу, имеющие постоянную рубрикацию, официально утвержденную в данном виде издания. Бюллетень – это издание, которое выходит оперативно и содержит краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации. Он может быть как периодическим, так и продолжающимся. Периодические бюллетени имеют, как правило, постоянную рубрикацию, различают разнообразные виды бюллетеней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...